А это то, что вам надо что-то менять, вы меняете не только свое тело и убираете свой жир, вы меняете свою жизнь в лучшую сторону. А если вы сидите на жопе ровно, то не нойте, что у вас в жизни ничего нормального не происходит, потому что если вы не можете взять ответственность за себя, за свое переедание и за то, что происходит с вашим телом, то что вы можете вообще, скажите мне по жизни. Как бы это жестко не звучало, но на самом деле люди, у которых есть лишний вес и у которых есть недовольство собой, во многом они проживают более несчастливую жизнь, чем те, кто абсолютно доволен своей внешностью. Ну как ни крутите, довольным своей внешностью можно быть только тогда, когда в вас пышет здоровье, не болят суставы, здоровый позвоночник, здоровая кровеносная система. Дай бог, чтобы было здорово все тело в принципе, потому что это очень сильно влияет на, лишний вес очень сильно влияет на здоровье в целом и на длину жизни, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому, девочки, пожалуйста, это не моя прихоть, я не развиваю тематику своего блога. На самом деле, если вы будете ухаживать за собой, за тем, что вам попадает в рот, как бы это ни звучало, что вы кушаете, то, какими кремами вы пользуетесь, да хотя бы пользуйтесь любыми, вот честно, девчонки, массажи лица делаете, не делаете. От этого будет зависеть полностью ваша внешность, понимаете? От того, как вы выглядите сегодня и что вы делаете сегодня для своего тела, будет результат завтрашнего вас. И все. Если вы сегодня не делаете ни хрена и не ждите там какой-то ебейщей красоты завтра, вот, ну, не ждите, этого не будет. Чуда нет. Такого чуда нет. Чудо знаете, когда есть? Когда работаете вы. Вот тогда есть чудо, когда вы верите в хорошее, когда вы делаете что-то хорошее, когда вы делаете вообще что-то, что меняет вашу жизнь в лучшую сторону, чудо, хопа, и тут оно. А если вы просто сидите на жопе ровно и ждете у моря погоды, то до свидос, ребят, так это не работает. Я своих девчонок очень многих, так скажем, поставила на путь правильный в плане внешности своей. И поверьте мне, у 99% из 100 у всех изменилась не только внешность, но и жизнь. Это повышение на работе, это больше заработок, это нормальные, хорошие, гармоничные отношения со второй половинкой. Либо вообще они нашли мужчину, которого они хотели найти. Потому что, понимаете, девчонки особенно незамужние, либо разведенные, когда вы выглядите крутой, когда вы красивой, у вас шанс есть выбрать. Выбрать не долбоеба, понимаете? А когда вы толстенькая, жирненькая, вы будете довольствоваться тем, что выбрало вас. А вот это что вас выбрало? Может быть, конченным гандоном, запомните. Который будет выезжать на вашей полноте, на вашей неуверенности в себе и будет таким обездачиком, тиранчиком домашним. Который будет в вас уничтожать женщину, которая там и так чуть-чуть иногда мелькает. А когда вы красивые, уверенные в себе, начитанные, интересные, к вам будут тянуться такие же люди, такие же мужчины, такое же окружение. И у вас есть все шансы стать счастливой женщиной, женой, мамой. Понимаете? И порадовать своих родителей, которые желают вам только счастья. Потому что, когда вы прикольная личность, то жизнь складывается по-любому офигенно. Вот у меня очень много примеров девчонок, своих знакомых. Когда уверенность в себе всегда была в таком подшатанном состоянии, мне уже скоро 31, моим знакомым, одноклассникам, одногруппникам. Там 33 есть, да, девчонки? 34, у которых было не первое образование. И поверьте мне, если там самооценка была беда, то муж очень часто начинал бледовать, изменял, уходил к другой женщине. И очень сложно все-таки начинать с нуля, когда тебе 30, так скажем. Поэтому, чтобы было легко, то у вас должен быть презентабельный вид конфетки. Чтобы это было не только так, что пора замуж выходить, все там, иначе одна останусь. А чтобы было так, что я красивая, я найду офигенного мужчину. Этот офигенный мужчина, он по-любому найдется. Главное, чтобы вы были интересны, хорошей и красивой. Красота, она все равно должна быть. Не за душу вас это вот, поверьте мне. А за красоту, за красивую здоровую кожу, красивую здоровую грудь. Мужчине первое время вообще срать он хотел на вашу душу. Как не крутите, девчонки. Вот вы можете рассказывать, обижаться на меня или что-то, но представьте, что вы мужчина, да? Вы увидели девчонку там, жирненькую, прыщавенькую, с жирными волосами. Ева опять заходит. И рядом с ней ухоженная, красивая женщина, у которой роскошная шевелюра, вкусно от нее пахнет, сияющая, здоровая кожа. Но вы знаете, то, что та офигенная, вот душа у нее крутая, а об этой ничего не знаете. Что вы захотите попробовать? Конечно же, красивую конфету. Конечно же. А за красивой конфеткой может скрываться нормальная душа. Я считаю, что я нормальный, адекватный человек. Со мной интересно, я человечная, я хорошая, я готова прийти на помощь. Мои девочки это 100% знают. Понимаете, это не делает меня какой-то убогой внешне. Наоборот, круто, когда у вас и внешне все прикольно, и внутри все прикольно. Скажите? Потому что это хорошее оправдание, когда говорят, ну, жирненькая, ну, душа хорошая, блядь. А не судьба быть стройненькой и с душой хорошей? Нет, у нас вообще в менталитете принято такое, что либо одно, либо второе. Муж пиздит, но зато не пьет. Либо муж бухает, зато не гуляет. Да? И себя оправдывает, вот всякую фигню. А нет, чтобы не пил, не пиздил, не гулял. Вот невозможно, видимо, такого. Это невозможно в сознании человека, который это произносит. Если вы будете в это верить, у вас в жизни будут происходить такие вещи. Если вы будете верить в то, что вы заслуживаете нормальных отношений, здорового брака, здорового отношения к себе, друга в качестве мужа, нормальных, здоровых отношений с детьми, которые, ну, вообще вот легкие. То так у вас и будет, потому что вы в это верите. Ваша вера, она сделает все так, как должно быть. И будет хорошо. А если вы верите в то, что денег нормально много не заработаешь, это надо воровать. Все мужики изменяют. Либо там, ой, я что-то начала зарабатывать по пять тысяч в день. Наверное, что-то плохое произойдет. Что именно? Господи, как страшно зарабатывать деньги. Потому что вы думаете, что, ну, не может быть со всех фронтов все хорошо. Поэтому это надо убирать. Это надо убирать, это надо работать с психологом, либо через книги, девочки. Запомните. Поэтому не думайте, что если человек хороший, он внешне должен быть каким-то толстеньким, жирненьким, неухоженным. Либо наоборот, если женщина красивая, прикольная, интересная, то она сука внутри. Да нет. Есть, конечно, шлюшки, которые внешне красивые, внутри пустые, и которые готовы за деньги похиваться с кем угодно. Но мы не про этот случай. Такие тоже есть. Особенно в Москве это их полно. Там, как рассказывают, там, инстаграмные даже те же самые источники, да. Но сейчас, когда очень много знаний в инстаграме, в доступе, когда есть марафоны красоты, поверьте мне, есть очень много красивых девчонок, которые в душе хорошие. У которых мужья, у которых дети, которые не изменяют, которые нормальные абсолютно люди. Понимаете? Поэтому убирайте вот это убеждение глубокое. Если жирный, то хороший, например, либо если красивая, то сука конченная. Ну, нет, это неправда. Вот сейчас это точно неправда. Так, привет, привет, девчонки. Привет, Гулинка. Сохрани эфир, пожалуйста. Очень постараюсь, Оксанечка, сохранить. Потому что эфиры подтупливают периодически в инстаграме. Были обновления. Сейчас они сохраняются в IGTV. Я сорвалась и не могу заставить себя сесть на ПП. Сегодня прошла регистрация у тебя на марафон. Зайка моя умница. Поверь мне, после этого марафона все станет на свои места. И ты перестанешь срываться. Потому что там техники, с которыми работал со мной психолог на протяжении нескольких консультаций. А там это все будет изложено в видео, которое будет длиться где-то 2-2,5 часа. Поэтому жди. В воскресенье откроется доступ где-то ближе к 10 вечера. В субботу закончим монтаж. Пока это все будет заливаться на сайт. Пока это все будет отправляться людям. Ну вот где-то к 10 вечера у всех все будет уже на почте. Блин, капец, девочки. Я загорела, короче. И у меня на спине маленькие такие покрышки пошли. Представляете? Видимо из-за того, что на картошке обгорело. Мне все пишут. Ой, вы такая загорелая. Солярий. Ну конечно солярий, девочки. Я в деревне, блин. На картохе были 5 часов. И у меня пигментные пятна пошли. Все. Ну сейчас они после охромины уже прошли. Кстати, кто писал мне про пигментные пятна, когда я про них рассказывала, запомните. Дианочка, спасибо тебе. Есть потрясающее средство. Ахромин стоит 70 рублей в аптеке. Наносите перед сном буквально за 5-6 дней. Отбеливает вашу кожу и практически пигментные пятна исчезают. Да, у меня вот год назад стали появляться... Возраст 30-ка все-таки начали появляться пигментные пятна на носу. И вот так вот. Как вот веснушки выходят у девчонок. И капец. Я с моря приехала. У меня у мужа сестра, Дианка. Она говорит, что я говорю, возраст? Я говорю, ну да. Я говорю, что делать, фиг знает. Видимо, на фото омоложение придется пойти что-то. Или фото лазер. Я не помню, что-то связано с фото. Она говорит, попробуй охромин. Я попробовала. И вот второй год уже пользуюсь. Не забывайте, пожалуйста, про солнцезащитные средства. Особенно после 30-ти. Там уже меняется перестройка гормонального фона. Пигментные пятна появляются у многих. Они старят. Старят наше лицо. Чтобы этого не было, пользуйтесь. У меня вот горинеровская херня стоит 300 рублей где-то. Хватает на года два. Оранжевый такой тюбик для лица. 50+. Используйте. На море особенно используйте. Господи, я так надеюсь, поехать на море. Вот сегодня прям уехала. Так. Я на твоих эфирах 2 килограмма сбросила. Сегодняшний день официально села на твою программу. Олечка, солнышко мое. Ты моя умница. А с Олей вместе еще сотни девчонок сбросили на моих прямых эфирах очень-очень много килограмм. Спасибо большое, девочки, что вы делитесь. Потому что это невероятная мотивация для меня, для моей работы. И для девчонок, которые раздумывают пойти на курс. Не пойти. Потому что пока они раздумывают, все на жопе ровно жизнь проходит. Я знаю то, что это время придет, когда они все-таки решатся худеть. Либо со мной, либо сами самостоятельно. И они получат результаты. Дай бог, я хочу в это верить. Но, к сожалению, у многих этот момент, когда осознание придет только через лет 15. Да. Если вы сейчас сидите на меня, смотрите, и что-то вас сдерживает в похудении, знайте, что вот это стройное тело может быть у вас лет через 12-16. И то после кабинета, не дай бог, доктора, какого у него специалиста. Либо после какого-нибудь очень неприятного события в жизни. Когда женщины начинают за собой следить и в очень усиленном темпе, как ужины сковородки вертеться. Правильно, когда идет измена со стороны мужчины, либо его интерес к другим женщинам. Чтобы этого не было, просто многие женщины тупят и вовремя не начинают заниматься собой как личностью. Потому что похудеть это очень легко. Я всегда это говорила и буду говорить. Выйти с срыва легко, похудеть легко. Вы просто не знаете правильной техники. И у вас очень много в голове ограничивающих убеждений, что это ебать как сложно. Нет, это легко. Я вам еще раз говорю. Просто вам попадались не те люди и с какими-то идиотскими программами, которые вам говорили. Не кушай это, считай вот то, измерь помидорку, отмерь длину своего огурца, не дай бог, будет больше 11 сантиметров. Либо еще что-то. Вот такие идиотские вещи слышу, когда мне девчонки рассказывают о своих прошлых марафонах похудения. Либо когда запихивали полторы тысячи человек в один марафон, давали им 28 дней на похудение. Каждый день отправляли меню из кальмаров и говорили, блядь, а мы не знаем, почему вы не худеете. Наверное, потому что у вас нет денег на такие ебищие продукты. Простите. Вот свой курс я создала именно на любой кошелек. Поэтому меня раздражает, когда девчонки боятся изучать правильное питание из-за опыта каких-то непонятных людей, которые учили на очень дорогих продуктах, на очень страшных каких-то цифрах. Это 15 грамм крупы, не больше. Или там, например, молоко нельзя, ни в коем случае в чай не ложишь, жопа вырастет. Это полный бред, девчонки. Либо когда говорили, тебе нужен детокс, у тебя кишечник грязный пиздец. Не будет кишечник грязный. В кишечнике говно, естественно, он грязный. Девочки, давайте за этим пойдем уже, да, в кишках. И когда вы сидите и думаете, что надо мне там клизмы сделать 15 штук, поверьте мне, это очень пагубно влияет на все здоровье. И мой принцип не очищать организм, а не засорять его. Наше тело идеально. Запомните, если вы в своем теле будете видеть храм, а не помойку, и не закидывать в него всякую фигню, все будет нормально, ничего вам чистить не надо будет. Никакие детокс-программы или какие-то смузи, недельные смузи, жидкая еда не надо будет проходить. Это полный бред. Вы можете очистить себя само, с помощью обменки, с помощью выведения токсинов, само. Но и снаружи вы этим можете помочь, только не употребляя трансжиры, на ночь всякую фигню, сладкое, понимаете? Только вот так ваше тело может очиститься. Сейчас меня могут смотреть какие-то там продавцы коктейлей и сказать, блядь, вот сучка пиздит, а мой детокс-коктейль, он все выводит. Блин, ваш детокс-коктейль и ваши зеленые чаи максимум, знаете, что делают? Заставляют человека усраться, посидеть в туалете от поноса, блин, и сбросить 2-3 килограмма за сутки. Человек ходит такой счастливой, охереть, я похудела, хотя на самом деле просралась нормально. Да? Девочки, запомните, понос это не похудение. Понос это очень плохо для вашего организма. Но это с похудением никак не связано. У вас выводится вода, которая также набирается на следующий день. Ну, ходите, день там счастливый. 3 килограмма, видите, или сбросили. А потом, что будет с вашим иммунитетом, с вашим кишечником, с работой вашего организма в целом, вопросики. Так, ага, девочки, подождите. Здравствуйте, если готовите вкусняхи с виппарадом, даете ли Еве это? Себе готовлю, а дочке просите, не знаю, можно ли давать. Спрашивайте это у доктора, вашего педиатра, патронажного, либо, если ребенок уже постарше, там, ну, просто педиатру участкового. Мне разрешили давать выпечку, как мне объяснили, то, что даже детям... Вот из этого делается сахарозаменитель природного происхождения. У фитпарада как раз основы стевия. Но, если в кашу ложить, то я и ложу сахар. Ну, выпечку я не каждый день готовлю, когда готовлю, конечно же, могу дать. Но из выпечки у меня в основном овсяноблин, где сахарозаменитель не нужен. Девочки, а если это тортик, естественно, я и могу доедать, поесть. Ничего страшного, я думаю, не будет, тем более, там его мизерное количество. Ну, еще раз.